И продолжаем Даже не думая покидать Лилихаммер Где опять Все северники За исключением может быть прогулок То есть наверняка За исключением А вот то что было в предыдущей неделе Не дало возможности организаторам Провести этот вид Открываются наши сегодняшние соревнования И право открывать Достается Валерий Тюреневый Представительницы Южной столицы Казахстана Как называют Алматы По-прежнему Щучинская школа Уходит на дистанцию 24-летняя спортсменка Ну а в стартовом протоколе Который довольно длинен 67 человек Вся элита Все претендентки на высокие места И в свете Олимпиады в том числе Показали нам Лилию Васильеву Одну из двух представительниц Группы Егора Сорина Которые стартуют Друг за дружкой И Васильева Пятый номер Шестой номер Рыгалиной Самый последний У спринтера Сборной Италии Греты Лоран Которая вполне Собой довольна Ну в большей степени По крайней мере Чем ее спутник жизни После спринта Победительница Вчерашнего спринта И обладательница Желтой майки Говорю об этом сразу Чтобы не было вопросов Осиротила немножко Эту гонку То есть Желтой майки В этой гонке Не будет вовсе Потому что Не положено ее Передавать кому-то Кто лидер Тот и должен бежать Предпоследняя В красной группе 58-я 60-й номер Юлия Ступак Вице-чемпионки Турдуски Среди всего прочего И когда она На полном ходу Естественно Она в таких гонках Тоже в состоянии Себя проявить Как безусловно Наталья Небряева Номер 50-й Ну и до Красной группы Тоже будет за кем С интересом Понаблюдать Нам В том числе И за близняшками Венг Бегут все три Венг в этот раз Имеющие склонность К спринту Близняшки Их троюродная сестра Строго говоря Она не сестра Напрямую Она двоюродная кузина Получается так Но Поскольку в русском языке Так сестра и сак сестра Хотя Для французов Например Это звучит Достаточно забавно Что это тоже При определенных раскладах Именуется сестра Но если уж говорить О родственных связях То вот тут Слинт Династия Представлена Только одной А они действительно Сестры все Сестры родные И ситуация похожая Потому что Сия и Астрид Они близняшки Старшие две сестры А что касается Младшей Бедолаги Которая Себя наказала В предолимпийский сезон Сломавшись на скалодроме Она уже где-то Напад Хагом О которой тренеры Ну собственно Старший Иверсот В первую очередь Полуофициально заявил Да я вижу Что это заявка И заявка серьезная Потому что был Большой жирный знак вопроса Напротив ее фамилии В предолимпийском В списке Но сейчас это все Забыто И она Претендентка Вне всякого сомнения Флота Венг Радовалась за сестру Близняшку Которая вчера Впервые Покорила Кубковый подиум Прекрасно Умно Распределила Свои силы По всем стадиям Отбора И в финале Тоже Шла за той За какой И должна была идти Тянулась за нею И дотянулась До подиума Вместе с Диггинс Которая была Конечно в спринте На прошлой неделе Безнадежно И очень даже Солидно Она выглядела Напротив В этот раз Ну а что касается Сестренки Младшей Вот это Ислинт В принципе Единственное Что она очень сильно Не добрала Конечно в базовой Подготовке Это ее Олимпийские шансы Я думаю Практически Перечеркивают К сожалению И кто-то скажет Что это была Оформенная Безответственность Но она Как и многие Сейчас Кстати Ушла Мария Истомина И вот Конечно Ну вы понимаете Что и то и другое Саги Но с совершенно Разным содержанием Сага о Хаге И сага о Ропанен И Ропанен Была безумно Счастлива Она самая опытная Сегодня Участница В прошлом году Когда появилась Действительно Реальная надежда Полноценно Вернуться в элиту Полноценно Вернуться в сборную Ей сообщают Что она пошла Лидером Как вы слышали Дерзкое начало В довольно Серьезной группе Здесь Поскольку Хост Бруткастер Постоянно выбирает И клубных гонщиц В том числе Представительниц Национальной квоты Более 10 человек Сборная Норвегии Получает Возможность Поставить Логика выбора Достаточно Понятно Согласитесь Кирилл Венг Замечательное настроение Но она такая Немедийная Персона В принципе Поэтому Направо Налево Кромогласное Интервью Не раздавала Но тем не менее Тоже серьезная Предолимпийская Заявка Кроме того И в сборной Норвегии И в сборной Швеции И во всех остальных Тоже идет отбор И в эстафетные Соревнования Роппонент На Туфриду Не похоже Совершенно Она в боевом Настрое И по ее Графику Побежит Основная Конкурентка Йога Под сороковым Номером Карлсон Под 32 Общесемейное Боление Было Когда она Выиграла Ужасные Переживания Калла Для Каллы Несмотря на то Что Веней Вроде бы Как Слово эстафета Произносить Слух И нельзя Но для нее Вот это главное Сейчас Это показать Себя Достойной Четверки На Олимпийских Играх То что Было То было Проанализировано Причины Выяснены Никому Из Лишних Ушей Лишние уши Этого не слышали Этого обсуждения И не услышали Ничего Фоссис Хольм Добро пожаловать Обратно Кричат Ей Здесь Не только кричат Но и пишут Ее адрес Молодая надежда На первом В своем взрослом Чемпионате мира На этой дистанции Заняла Очень даже Неплохое Восьмое место Но это не Абсолютно ее максимум Понятное дело Стартует Только В этот уикенд Фоссис Хольм Пропуская Первый этап Хотя рвалась На него Но была простуда Были ее последствия Небольшие И ее сдерживали Хотя она Совсем Страстным натиском Юности Очень хотела Там побегать Но это могло быть Контрпродуктивно Поэтому небольшая Перепалка С тренерами Состоялась Но тренеры убедили В том что Все будущее за ней Рибом Неплохой разгон Совершенно Ну а что касается Экс Элитной В перспективе Своей маунтинбайкерши Которая правда Не заставила Компанию Рустранту Хагенесу Вот ушел В велик целиком Профессиональный В шоссейной И Эсберг Эсберг Пока разочаровывает Свою подругу И напарницу Резе Йохак Потому что То что она Демонстрировала На сборах То что она Демонстрировала На прикидках Выглядела Гораздо мощнее Чем то что получилось В руки Может быть Скольжение Температуры Эти моменты Не знаю Говорит Я за нее Переживала И несколько Расстроена Дебютными Результатами Победительницы Тур-Дески Ну видите Сами что Эсберг Даже уже Не стартует В своей первой Дисциплине Изначальной Ходьковом Сфринте Она всегда Выбегала Но поскольку Она полностью Себя перековала С дистанционщицей То сейчас Подчеркнут Особенно Сейчас не до этого Вернуть бы то что есть Так что Несколько громких Возвращений Так что Зеленая майка Желтой нет Только зеленая А зеленая Молодежная На плечах У всего Навсего 22-летней Фриды Карлсон Разумеется В дистанционном Кубке Лидирует Тереза После Второго И первого Места Они квиты Поделись Первые Вторые Места Прошлый Уикенд Но надо Сказать Что в гонке Преследования Йо Хаук Все-таки Отыгралась Более чем Убедительно Неплохой Разгон Каллы Учитывая Что это Гонщица Второй Половины Дистанции Это гонщица Которая Прекрасно Проходит Последний Круг А каждой Секунды Неплохие Боссесхольм Которая Точно Так же Как и Йо Хаук Тяготеет Чистоте Тяготеет Коротким И мощным Движением Тем Показателем Которые Отмечала Йо Хаук Рельеф Не должен Стать Проблемой Призер Чемпионата Мира В этой Дисциплине Прошлого Сезона Эба Андерсон Призер И турбиски Тоже Прошлого Как вы Помните Тоже Уверенно Чувствующие Себя В горах Окончательно Купировав Свои проблемы С коленными Суставами Безусловно Эба Второй Номер Сборной В среднем В целом В дистанционных Видах Это безусловно Так Пятое Сейчас в общем За счете Кубка Мира Четвертое Шестое Место У нее После первых Двух Стартов Ну а Сенсационная Победительница Первой Классики Супер Морозной Классики Когда она Так замерзла Бедоложка Что Пришлось Ее всей командой Отмассировать И Вэнк Вэнк вернулась На пьедестал Почета После очень Невнятной Классики Ну мы знаем Да Что конек Изначально Все таки Это Ближе Ее сердцу Но тем не менее Не десятое место Должно было Быть на первом Старте А на втором Вопреки Этому холоду Она все таки Добралась До третьей строчки Поменяв Десятую Стартовую Призер Второй Открытие Сезона Норвежского После чего Сказал Когда два раза Подряд Выигрывала На Чермисе Это подтверждалось Снова и снова Улсен Человек интересный С очень Необычной Судьбой И всегда Когда есть В особенности Пауза Есть чем Заполнять Рассказывая О ней Потому что Это вообще-то Говоря Восемь лет Фигурки Тройные прыжки Футбол Огромные надежды Она бы стала Футболисткой Профессиональной Если бы Не выпадала Колено Ее прекрасно Поймет Андерсон Привился Страх Контактной борьбы Из-за Нестабильности Коленного сустава Одноклубница Гундесвана И можно сказать Ученица Частично Вместе с ее детьми Тренировалась Его советы Получала Так что Есть чем похвастать Разгон У Карлсон Лучший По-прежнему Йо-ха На стартовом Отрезке Карлсон Не превосходит Карлсон Выкатывает Очень здорово Карлсон Легкая Хотя и Рослая И Лыжи Скользят Тоже Замечательно Лучшая Среди Российских Участниц Систомина Сейчас На восьмой Позиции 8.6 Но это Самое-самое Начало Гонки Конечно Не забудем Об этом Ориентиром Для всех Подруг по команде Становится Фоссисхольм Фоссисхольм Достаточно Хорошо И разогналась Тоже Но мы Прекрасно Понимаем Что в принципе Ее силы Это как раз Ее стабильность Кода Стабильности Поддержания Темпа Самая молодая Представительница Основой Сборной Норвегии Возвращается Кубковые Деятельности Надеясь На более Серьезный Урожай Чему Скидстат Накануне Тут она Себя Немножко Разочаровала И такое Ощущение Что немного И перегорела Все-таки Учитывая Как долго Она возвращалась И через Такие Припоны Пришлось Перебраться Фоссисхолм Все-таки Таких Сложностей Нет Хотя Тревожный Звоночек Все-таки Прозвучал Рози Брэннон Общего Развития Опять же Это и Коньковым Ходом Проходилось Вчерашний Пролог Сегодня Должна Ити По-другому Хэр Тунисканан Брат Сегодня Не очень Но В принципе Многие Не оправдали Ожидания Даже Большей Степени Специалисты Чем он Коньковые Пятнашки Шумовые Микрофоны Лучше Меня скажут Вам о том Что такое Эта гора Но Дышать Надо Дышать Надо Полной Грудью Потому что Если Ты Будешь Фильтровать Морозный Воздух Останешься Без Кислорода Сорина Сорина В кадре Татьяна Сорина Предпоследняя Из стартующих В красной Группе Дыгинс Перед нею За два Номера Минута Между ними Но вряд ли Она станет Визуальным Ориентиром Для нее Но тут Очень важно Конечно Как на других Кругах Кого Судьба Подбросит И еще раз Напоминаю Что 60 Последний В красной Группе Номер У Вице-чемпионки Тур-Дески Визера Олимпийских Игр Юлия Ступак Вики Карл Ожидаемо Ожидаемо Учитывая Ее предсезонные Финские Старты Полуофициальные Включается В борьбу За высокие места Выступает Только Карлсон Йо Хаук И Андерсон И опять Очень высокая Плотность Результатов Точно так же Как и у мужчин Сулит нам Развязку С большой Буквы Технически Очень здорово Все у Хаги Но ее подруги По команде Тоже не уступают Смотрим Продолжение Йо Хаук Выбралась Из Кенни Карлсон Если она была Собственно говоря В этой тени Ну и вот По поводу Как раз Ведения Непряевой Достается Раскатившееся Уже к этому Моменту Второй номер Общего зачета И вот И вот Слышали Уходит Уходит на дистанцию Обладательница Бальшартовавшую Перед нею Фладшую Диченту Фладшую В династии Мартина Дичента Спортивный Карабинер Племянница Отличных Попутчиц Вот как раз Чудеса Стартового Протокола Бреннан Пока еще Перед этим Дуэтом Но что-то Подсказывает Что американка Тоже здорово Начав Продолжит Более натужно Так что Не получается Это вполне Разделка Получается Несколько Мастартов Таких Небольших Ну так Это и здорово Это и смотрится Всегда Это и увлекает Кенни Презвее Чем Дочка Нынешнего Президента Лыжной Федерации Развитый Штат Лобер Лучший Штайнер Легендарной Горнолыжницы В 80-х Годов Дочка Чемпиона Мира Лоиса Чемпиона Мира 99-го Года Ступак Начало Пока Скромное У Юли Ну и Вчера В ее Изначальном Виде Спринте Тоже Не получилось Все задуманное С этого разгона Она отдает Разумеется Инициативу Но таких Попутчиц Неуступчивых У Андерсон Нет Тем не менее И на свой Собственный Темп Она в состоянии Ориентироваться Фендрих Пока еще Держится Фендрих Учитывая Что она На другом Круге Находится Один Конечно Спринтер С подиума Чемпионата Мира В командном Спринте Ну и тоже Интересная Интересная Группа Собралась Для Степановой Хорошая Будет Тоже Трезвая Прогулочка Она Зацепляется За эту Группу Последний В нее Становит На целые Девять десятых В пользу Йоха На отметке 4,6 Километра Непряева На отметке 3,7 Третья Четыре Секунды Уступает Только Йоха Карлсон Хорошие Перспективы Если Удержит Этот Темп А судя По всему Он ей Вполне По силам Нынешняя Кубковая Ситуация Вроде бы Предполагает Что призер Общего зачета В своей Карьере Будет Держаться В тени Будет И дома Но вы видели Она берет На себя Смены Эти Бэнк Серединку Пошла Получше Так Визуально Это По крайней Мере Но Это Не подтверждает Секундомер Все-таки Собирает Она Секунды Отставания Физика Физика Секунду Лотовен Теперь Теперь После Третьей Третьей Гонки Кажется И если И если Йога Соберется Она Сумеет Вырезать Финиш Фосесхон Тем временем Рвется В тройку Сильнейших Но По силам Она Судя по всему Сориной Правда Через Какое-то время Сорина Останется Одна на дистанции Йога Зайдет На финишный Отрезок И вот В одиночку Без ориентира Сумеет ли Она Этот ритм Выдержать Учитывая Какие небольшие Разрывы Любопытно Будет Все это Видеть Ну а Единственной Американской Надеждой Становится Рузи Тот момент Когда гонка Не пошла У вчерашнего Призера Которая Конечно Эмоциональная И физически Очень вчера Выплеснулась И это скатывается Десятикилометровой Гонки Смотрите Канебряева Раздышалась Раскатилась И даже Подтягивается Немножко Но здесь Трафик Медленная Относительно Девушки Которые Заставляют Идти По Рыхлому Снегу Карлсон Движется К финишу Днепряева Пошла На круг Не штрафной В данном случае А вполне Законный Рида Карлсон Понимает Прекрасно Что Яхао Незримо Присутствует За ее спиной Хорошим Ориентиром Становится Для нее И норвежка Сейчас Тоже Эсберг Финишировала Приличное Время Лучше Будет Выглядеть Ее место В таблице Чем на Прошлой Неделе И Карлсон Вырезает 16 секунд Уфосесхол Но Этот Который Она пойдет В одиночку Уступает Только Карлсон И Йохао Уступает Менее 10 секунд Ринахенник Который Не может Похвастать Такими Попутчицами На Краю Десятки Сильнейших Держалась Все это Время Пока В нее Уверенно Заходит Но Еще Очень Многие Опасные Соперницы На Дистанции Тем Не Менее Десятка Должна У нее Получиться Но С другой Стороны И Сорина И Ступак Идут Быстрее Юлию Сейчас Примем На Отметке 6,1 Км Вместе С Тренерами Ну И Вот Днепряева Идущая В одиночку Сохраняет Динамику Сохраняет Технику Высоко Стоит Хорошо Раскатывает Вес Тупак Динамику Динамику Вот ее Как раз Видите Подталкивает Чтобы она Не начала Падать На палке Не начала Сгибаться Но Здесь Вот Воплощение Воли Буквально Портрет Воли Видели вы Сейчас В кадре На морально Волевых Здесь Веселая Размашистая Идет Сорина За Йо Ха По-прежнему Сейчас Этот дуэт Распадется И Сорина Уйдет Направо Йо Ха Падет На финиш И За 200 метров Она Выигрывала У Карлсона 4 десятых Секунды То самое Более Поздний Стартовый Номер Ширует Вен За пределами Пиди Стала Почета Уровень Конкуренции Сегодня Очень Непровальная Гонка Для нее Но И не Максимум Главное Тут Чтобы Татьяна Еще Тоже Не заблудилась Увлекшись Этим Преследованием Йо Ха Последнюю Минуту Она Уходит Все-таки Направо На круг Йо Ха Финиширует Очень Близко Три Десятки В лучших Гонках Йо Ха Непобедима Но Стоит Ей Чуть Чуть Быть Слабее Своих 100% И Этой Ситуацией Нужно Пользоваться Очень Достойное Выступление Брэннан Которая Завыкает Пока Тройку Драгоценный Сумеет И ее Подхлестывая Тренеры Подтянуть Графику Брэннан Улсан Стремится В основу И у нее Неплохо Получается По крайней мере Это более Впечатляюще Чем у Калы У Калы Опять гонка Не сложилась Улованный Ветеран Вне Главной Развязки К сожалению К сожалению Мы должны Будем Уступить Эфир Безусловно Великолепной Пробы Биатлону В Эстершуне Поэтому Гонку До самого Конца Не досмотрим Но Поединок За пьедестал Почета Закончится На наших Глазах Должна Успеть Финишировать Все-таки Сорина В одиночку Уже гораздо Тяжелее Но это Ожидалось По идее Конечно Когда она Немножко Даже Хватая Лишку Немножко Сильнее Себя Самой Бежала Она Когда Тянулась За Терезой И сейчас Безусловно Двойная Проблема И то Что она Выложилась То что Она Немножко Не в своей Скорости Была Чуть-чуть Какие-то Считанные Проценты На предыдущих Бронза Отправилась Долечивая Свою простуду Фармаковская Отправилась На Высокогорье Редкий случай Она с Бьерген Там поделила Бронзовую Помните На прошлой Олимпиаде Финиширов После Хаги И Халлы Вариак Карл Забегает В десятку Теперь уже Практически Это ей Гарантировано Дальше Мы успеем Точно Принять На финише Небряеву Небряеву Которая В нескольких Сотнях Метрах Всего-навсего Идет Пятым Драфиком Не дотягиваясь До Фососфольм Но все равно Гонка Получилась Лучшая В нынешнем Кутковом Сезоне У Натальи Заносит Она себе Ее в актив Получится ли Уступак Постучаться В десятку Сильнейших Она замыкала Эту десятку На отметке 7.4 Нет Не получается На отметке 8.3 Она На тяжелом Этом подъеме Останавливается Все-таки Теряя 4 строчки В промежуточном Электронном Протоколе Десятки И места Не хватит В отличие от Ториной Непряевой Непряева Прошла Хорошим Крейсерским Кодом И вот Вы видели Тоже Когда Был шанс По идее На зубах Но поддержать Скорость Фриды Карлсон Она этого Не сделала Она пошла Своим Кодом И в данном случае Вы видите Это ей больше Помогает Чем попытка Держать Темп Йохау Помогла Сориной В пределах Полуминуты От лучшего Результата Финиширует Непон И это Действительно Так Это Подтверждение Смена Не произошла Карлсон На равных Но тем Тем Дороже Это Ее достижение Потому что Она Все-таки Прорубала Дорогу И Йохау За ней Тянулась Но Не дотянулась Но Между ними Хорошие Такие Отношения Такое Острое Соперничество Зачастую Зарождающуюся Спортивную Дру Соперничество